В день нашего приезда в поселке играли первые в нынешнем году свадьбы. Конечно, это событие и для молодых, и для их родных, да и для всего совхоза радость, ведь молодеет село. В 12-15 свадеб справляется здесь ежегодно. И столько же новых квартир получают рабочие совхозы. Это не совпадение. Составляя план социально-экономического развития на десятую пятилетку, в хозяйстве учитывали и потребности в трудовых ресурсах, и темпы роста населения, и то, что запросы людей будут расти. За 4 года каждый пятый рабочий совхоза улучшил жилищные условия. В большинстве домов полный комплекс коммунальных удобств. В новой школе дети рабочих учатся в одну смену. Занятия идут в отлично оборудованных кабинетах. Сельская столовая – одна из лучших в области. И так на каждом шагу растет культура быта, культура обслуживания, культура человеческих отношений. И, конечно, это сказывается на настроении людей, на их отношении к делу. Совхоз досрочно выполнил пятилетний план по производству зерна и продаже государству мяса. Успешно начал коллектив и нынешний год. Коллектив наш нацелен на новые рубежи в 1980 году. Ведь этот год будет предсъездовским годом нашей Коммунистической партии. Поэтому наши рабочие принимают обязательства добиться максимальной урожайности. А, естественно, при такой урожайности получить как можно больше произвести мясо для государства. Если говорить о развитии, о соцкульт-быте нашего поселка, то мы думаем, что на этом мы не останавливаемся. В перспективе у нас намечено строительство нового дома культуры, музея, профилактория для наших рабочих, детского комбината.